Здравствуйте! В эфире программа «Православный вестник». 5 февраля Православная Церковь празднует День памяти Костромских святых. О том, кто такие небесные покровители и заступники всех костромячей, мы поговорим с гостем нашей студии, священником Николаем Поповым. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте! Насколько я знаю, Собор Костромских святых в этом списке 38 официально канонизированных святых. Расскажите, кто эти люди, чем они прославились, почему они причислены к лику святых? Тут надо сказать вообще о том, что означает канонизация и причисление к лику святых. К этим Православная Церковь ставит пример, что вот этот христианин, он в своей жизни явил образец благочестия. Того, к чему каждый должен стремиться. И поэтому мы им молимся, мы свою жизнь стараемся изменить по примеру этих людей. Эти люди воплотили в своей жизни евангельский идеал. Давайте назовем наиболее чтимых костромских святых их имена. Прежде всего хочется упомянуть учеников преподобного Сергия Радонежского. Это Никита Костромской, основатель Богоявленской обители в городе Костроме. Никита Костромской, ученик и сродник преподобного Сергия. Авраамии Городецкий, Макарий Писемский, Павел Обнорский и множество других. В собор костромских святых входят святые, которые так или иначе связаны с Костромской землей. Потому что то, что христианин родился на этой земле и затем просиял в лике святых, это вообще говорит о качестве духовной жизни в костромских пределах. То есть Кострома – это родина многих святых. Это говорит о благочестии людей, то есть той среды, которая породила этих святых. Не зря называют нашу Кострому богохранимым, Костромским краем. То есть, в том числе и заслуга и тех святых, которые жили на этой земле. А вот чем костромские святые, такой немножко наивный вопрос, отличаются от других святых, известных по всей России, по всему миру? Может быть, особенность святых костромских, но большинство их, она определяется самой особенностью нашего края. Это край непроходимых лесов и пустынных мест. А, как мы знаем, в этих местах всегда любили уединяться для молитвы и подвига духовного отшельники. Так вот, в костромских пределах очень много присвяло в лике святых преподобных отцов, которые уходили из мира для того, чтобы в уединении и молитве посвятить свою жизнь Богу. Насколько я знаю, что почти каждый район нашей области связан с именем, ну, какого-либо небесного покровителя. И всего в нашем крае, вот есть такая цифра, 140 святых и подвижников. Они, получается, как бы ближе к нам, к костромичам? Конечно, ближе. За богослужением, за каждым православным, священник, он молится о граде всем и веру живущих в нем. Вот точно так же в своей земной жизни молились и святые, которые так или иначе связаны были с костромой. Жили здесь, несли свой подвиг, служение. И, конечно, в обителях небесных они не оставляют своих молитв и поминают нас с вами, жителей Костромы, жителей Костромского края. И мы должны поминать их, мы должны к ним обращаться, потому что они к нам ближе. Я знаю, что в 20-м столетии, в эпоху гонений на православие, за веру пострадали очень многие священнослужители. И церковь их называет новомучениками. И в их числе священно-мученик Никодим, монахиня Ангелина Борисова и блаженная Вера Меркулова. Вот какие имена еще предстоит открыть? Может быть, этот список Костромских святых пополнится в ближайшее время? На самом деле в соборе, в сонме новомучеников, исповедников российских, есть еще костромичи. Это, например, селегалические новомученики. Я знаю, что сейчас благочестивые христиане собирают материалы, которые, возможно, послужат к канонизации священника Павла Островского. Это костромской новомученик, который очень много потрудился для костромской паства и был репрессирован в годы гонений на церковь в 20-м веке. Хочется упомянуть блаженную евпраксию. Эта святая подвязалась в районе нынешнего села Сумарокова. И жизнеописание этой святой, оно было до революции уже издано в Костромских гипоархиальных ведомостях. Из этого жизнеописания явно следствует, что почитание этой святой уже было. Но в лике костромских святых мы имя ее пока не находим. То есть работа еще предстоит. Мы надеемся, что список костромских святых увеличится. В наше время есть ли какие-нибудь святые? Чем-то оно отличается от других времен? И можно ли сейчас назвать времена сложными? И может ли сейчас человек как-то настолько просиять, чтобы его можно было впоследствии назвать святым? Святость – это не одномоментный некий процесс, когда человек вдруг становится святым. Это целый жизненный подвиг. То есть Господь, Он как бы взращивает своих подвижников. Поэтому по промыслу Божию мы их не знаем, имена, кто они. Это простые миряне очень часто, совершенно никак не выделяющиеся. И в то же время у них есть детская вера, у них есть подлинное чувство соприсутствия Бога в своей жизни. И они неведомы большинству людей. Но, тем не менее, пред Господом, их жизнь чего-то стоит. Чем или кем для нас, для всех являются святые? Вы уже упомянули, что это пример благочестия, пример того, как действительно должно себя вести, как жить, как верить. Но, тем не менее, что для нас святые? Нужно помнить, что церковь земная и церковь небесная, они неразделимы. Святые – это наши собратья во Христе. У Бога все живы. Мы молимся им, они молятся за нас. Святые – это наши заступники, пример для нас. Хочется обратиться к телезрителям, к православным христианам, чтобы они обратили особое внимание на Костромских святых. Не просто, что это есть такой праздник у нас, да, это прекрасно. Вся суть заключается в том, чтобы мы в своей жизни так или иначе стремились делать то же, что делали они. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы по мере сил наших. Если святой стремился уйти из мира, то я хотя бы немножко ограничу общение, которое вредно для меня. Если святой воздерживался от употребления мяса, допустим, от чревоугодия, значит, и я должен это делать. Если мы будем хотя бы немножко подожрать в своей жизни подвигу святых, то уже Господь будет руководить нашей жизнью. Путь к святости, он не закрыт ни для кого из нас. А вот Костромские святые, надо помнить, что многие из них – это наши предки на самом деле. Это же они происходят из этого края, из нашего Костромского края. И в жилах многих из нас еще та же самая кровь. Так вот, они-то явили подвиг святости. Они-то просияли благочестием. И то же самое они закрыты от нас. То же самое можем сделать и мы. У нас препятствие – это только одно. Любовь к этому миру, любовь к самому себе, к угождению себе. Вот если мы всем сердцем будем искать правды Божьей, Царствия Небесного, тогда Господь нас наставит, как нам им подражать. И жизнь наша будет меняться в лучшую сторону. Спасибо вам огромное за добрые слова, спасибо за беседу. Я напомню, гостем нашей студии был священник Николай Попов. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok